Здравствуйте, дамы и господа! Тех, кто заинтересовался возможностью установки зонд H1B на ваши котлы, мы хотели бы предостеречь о возможных проблемах. Итак, поехали! Обладатели котлов Minefor, Ecofor, Fortech, пришедшего к нему на смену Eco4S и всех других моделей, не имеющих выносного пульта управления, вы можете расслабиться. Включите приятную музыку, поставьте лайк этому видео и добавьте чуть комфорта через приложение на своем смартфоне. Пользователи Luna 3Comfort и Nuwalla 3Comfort, а если конкретнее котлов с выносной панелью управления, послушайте меня внимательнее. Ввиду того, что ваша панель подключается по шине OpenTerm, как и устройство удаленного управления зонд, при его подключении к котлу вы не теряете его функционала и можете воспользоваться всеми функциями устройства, такими как управление и контроль за вашим оборудованием и температурой в доме. А также вы видите ошибки, о которых сигнализирует вам котел. Но здесь возникает проблема. Вы не можете их сбросить. Ввиду того, что шина OpenTerm воспринимает лишь одно устройство и вы не сможете использовать одновременно и панель котла, и зонд, в данном случае есть два решения. Первое. При возникновении ошибки на котле отключите котел, отсоедините зонд, подключите панель управления, включите котел и сбросьте ошибку. Второе. Используйте двухполюсный переключатель. Вот такого типа. При этом у вас одновременно подключены и зонд, и панель. Но при этом действия по сбросу ошибки осуществляются практически аналогично первому пункту. Что подразумевает? Отключите котел, переключитесь при помощи переключателя на панель, включите котел и сбросьте ошибку. На данный момент существует только два этих решения. Со слов представителей Baxi, существует разветвитель шины OpenTerm для плат HanEval. И, возможно, он работает с платами Bertelli. Но в России это устройство не тестировалось. Остается надеяться, что Microline изготовит аналог данного разветвителя для России. Что позволит управлять одновременно обеими системами управления. Зонд H1B устройство отличное. Но тут стоит понимать, что продукт новый и требует доработок. И лично я добавил бы в него функцию управления сервисного администрирования котлами, находящимися на обслуживании. Что, кстати, уже есть у некоторых других производителей. Это позволит инженерам своевременно реагировать на отказы оборудования, находящегося под их контролем. Я надеюсь, что в скором будущем эти идеи примут в разработке инженеры ведущих компаний в этой отрасли. Ну, а на этом все. Не забываем ставить лайки. Пишите комментарии со своим мнением. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова